Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Мы рассказываем о событиях нашего города и региона. В студии Дарья Человекова. Сегодня выпуски. В центре внимания объекты городской инфраструктуры. Владислав Шапша посетил Обгенск с рабочим визитом. Работы на удаленке. Поддерживают ли жители Наукограда такой формат занятости? Пляж готов, но купаться не рекомендуется. Об особенностях пляжного сезона в этом году в репортаже нашего корреспондента. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Калужской области по состоянию на 18 июня 5462 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 63 за последние сутки. 2740 человек выздоровело. Из них 76 за последние сутки. 41 человек умер. Новых подтвержденных случаев нет. В Калуге 657 заболевших. В Обнинске 626. У соседей Наукограды статистика следующая. В Боровском районе 261 подтвержденные случаи ковида. В Жуковском 178. В Малый Рославецком 171. 17 июня глава региона Владислав Шапша в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов Обнинска. Губернатор провел встречу с исполняющей обязанности главы администрации Обнинска Корейной Башкатовой и заместителем генерального директора Калужской сбытовой компании Владимиром Федюкиным. Обсуждался вопрос энергоснабжения жилого комплекса Экадолия. Владислав Шапша дал поручение подключить поселок к сетям Калужской сбытовой компании к первому сентября. Подключение Экадолия давно было запланировано от мощностей КСК. От ваших мощностей. К сожалению, это до сих пор не сделано, но давайте договоримся, когда вы эту работу закончите. Я вижу подготовлен план. 30 августа, последний день получения разрешения на допуск в эксплуатацию. Значит, с 1 сентября у нас Экадолия, 200 тысяч человек будут подключены от надежного источника энергоснабжения. Глава региона обсудил с руководителем муниципалитета и вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Одним из них стала реконструкция канализационно-насосных станций, расположенных на территории 51 микрорайона и на улице Пирогова. Проекты, реализация которых начнется уже в текущем году, позволят решить серьезные проблемы города. Владислав Шапша также обсудил с руководством Обнинска ход реализации проектов сферы дорожного строительства. Одними из наиболее значимых стали объекты в микрорайоне Завражье, активно развивающейся территории. В этом году в программу национального проекта «Жилье и городская среда» вошел спроектированный год назад новый участок проспекта Ленина до пересечения с улицы Брисоглебской. Работы начнутся в текущем году. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2021 год. В завершении встречи Владислав Шапша ознакомился с ходом работ по благоустройству улицы Липунского, также реализующихся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Строительство идет в полном соответствии с планом. Срок сдачи – 5 августа текущего года. На днях в Государственную Думу был внесен законопроект о регулировании дистанционной работы. Документ призван дополнить и уточнить положение Трудового кодекса России, касающиеся работы в удаленном режиме. Наш корреспондент поинтересовалась у жителей Обденска, нравится ли им такая форма занятости. «Отрицательно. Ну, смотря какую работу. Если она позволяет, то можно. Ну, смотря какая, если это позволяет условия. Но все равно, мне кажется, личное присутствие необходимо зачастую для решения каких-то важных проблем. Нужно присутствовать лично. Ну и быстрее договориться в личной. Ну, я думаю, много положительных сторон тоже в этом есть. Потому что не все могут выйти на работу и в должном графике на полный рабочий день. Ну, наверное, минусы есть, потому как не у всех дома есть нужные условия для работы. И оплата, я думаю, будет все же меньше, чем на полной рабочей ставке. Я бы подумала, что-то, может быть, мне и подошло. Вообще всем? Ну, к сожалению, мой бизнес таков, что у меня магазинчик вот здесь вот. Вот это невозможно. А так, скажем, мой сын к этому относится только положительно. Ну, только мало уже 50, скажем так. Я не готов. У меня уже 50. Я должен что-то брать, куда-то нести, как-то физически участвовать в процессе. А молодые – да. Уже не хочу. У меня пенсии нормальные. На женщине не хватит. А на меня хватит пенсии. 79 лет мне. Кто меня возьмет, а кому я нужен особенно. Периодами – да, хорошо. А постоянно – нет. А почему? А потому что нужно общение с коллективом. А дома ты один сидишь в замкнутом пространстве, конечно, фантазируешь и прочее, прочее. А коллектива ты не видишь. А все остальное в коллективе. Я отношусь положительно. Прежде всего, это возможность для тех, кто работал, удаленно развиваться. Возможность развивать новые дополнительные сервисы. Возможность развивать новые ниши. Ну и к тому, какие положительные, какие отрицательные стороны. Отрицательные, прежде всего, будет сокращаться количество рабочих мест. Те профессии, которые сейчас актуальны, будут сходить на нет постепенно. Все зависит от того, как государство будет поддерживать данный переход, какой пакет мер очередной примет, ну и чем-то дальше будет заканчиваться. Удаленка не для меня. А так, это серьезный вопрос. Кто как может, так и работает. Я тренер по боксу Д.Ю США Олимпийского резерва Куан. К удаленке я хорошо отношусь, но я работаю тренером, я не могу работать. Ребята занимаются сами дома. А так я приветствую это, что люди работают дома и получают дар в дар. Артист без публики, это невообразимо, это просто не может быть. Считаю, что в моей профессии это неприемлемо. Я отрицательно отношусь к дистанционной работе, потому что артист, особенно певец или танцор, или музыкант какой-то, без зрителя, эта работа просто не предполагает себя. Конечно, можно репетировать, можно нарабатывать мастерство, какие-то навыки. Но для этого есть музыкальные школы, институты, музыкальные училища. Но все равно, когда ты даже сдаешь экзамен, то всегда присутствует, ты сдаешь его в концертном зале, и всегда присутствует публика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В телекомпании обратились жители дома номер 47. По улице Белкинской. Жалобы необычные. Они хотят сменить управляющую компанию, а их не отпускают. Члены совета дома говорят, что приняли решение уйти, потому что обслуживающая домоорганизация не выполняет свои обязанности как следует. Причем уже несколько лет. Девятиэтажка перешла на попечение управляющей компанией ЧИП три года назад. Диалог, по рассказам жителей, не задался почти сразу. Обещали немало, если верить собственникам. Из компании был заключен договор на основании всего этого, который, к сожалению, не выполнялся в полной мере. Работы велись только после жалоб, уговоров. С нами по предписанию ГЖИ по работам не предоставляли сметы, не было согласований с советом дома. И акты выполненных работ также не были предоставлены нам. С ЧИПом была договоренность о проведении одних работ, а выполнялись другие, говорит Оксана. С жителями они не согласовывались. В день встречи работники управляющей компании приводили в порядок входную группу. Ирина Матухина и Оксана Иванова уверяют, это началось едва в ЧИПе узнали о намерении собственников уйти в свободное плавание. Он сцепился в нас бульдожье-хваткой и начинает вот это вот показушное выступление нам делать. Типа мы хорошие, мы за два дня сейчас мы вам сделаем все, что мы не делали три года. Прибежали сегодня рабочие, начали нам зачищать входную группу, начинают окрашивать. Мы их спрашиваем, за чей счет этот банкет. Нам говорят, в подарок. Мы такие подарки уже получали. У нас такая дверь, мусорную камеру, которая должна быть в подарок, потом она нам в сумму пошла денег. По словам Ирины Матухиной, платят жильцы за покраску и ремонт несуществующих качелей на придомовой территории. Есть претензии и к ремонту, сделанному в подъезде в январе этого года. Они выставили нам 750 тысяч за два этажа, вместо 500 договоренных, там 400 с чем-то. И все, подписывайте акт. Я говорю, я не буду подписывать, мне качество не устраивает. Приходите, давайте комиссию, давайте то, все. Нет, зачем? Со стороны подъезд выглядит вполне ухоженно. Пластиковые окна, стены покрашены, видеонаблюдения, новые почтовые ящики, нет неприятного запаха. В ответ на это Ирина и Оксана говорят, что большую часть удалось получить лишь после жалоб в жилинспекцию. А что-то сами же делали за свои кровные. Выслушали и руководители управляющей компании ЧИП. Евгений Халецкий не отрицает, диалог с советом дома не очень складывается. Но с тем, что кто-то кого-то не отпускает, не согласен. Есть закон, воспрепятствовать право не имеет. Главное провести встречу собственников. Планы совета собрать жильцов Евгений Халецкий не одобряет. В период угрозы распространения коронавируса это не лучшая идея. Высказался директор и о ситуации с государственной жилищной инспекцией. Все этажи требуют ремонта, скорейшего ремонта. Но денежных средств недостаточно. То есть мы предлагали совету дома голосовать за доп. строчки и искать финансирование, да, и, соответственно, проводить работы. Они пошли по пути предписаний. Соответственно, мы обязаны эти работы выполнить срок за невыполнение. Соответственно, нам светят еще и штрафы. Из 60 собственников, которых обзвонили, примерно половина не готова менять управляющую организацию, говорит директор. Руководитель ЧИПа предлагает сравнить, как выглядел дом в момент принятия и как выглядит сейчас. Если где-то есть какие-то нарекания, мы в рамках гарантийных обязательств приходим и делаем. Это нормальное явление. Дом не новый. Там глубина ям до 10, 5-7 сантиметров, да, вот эти межпанельные швы и прочее. Сметы по выполненным работам, акт выполненных работ, все согласовывается. Собственники говорили, что сотрудники ЧИПа не стремятся к диалогу. Из-за текучки кадров и поведения на грани Хамского не получается вовремя решать проблемы. Евгений Халецкий утверждает, руководитель совета дома добавила в черный список добрую половину сотрудников и с ней попросту не связаться. Больше проблема диалога, да, каких-то непонятных обид со стороны совета дома. Я понимаю, что хочется все сразу и бесплатно, да, но так не бывает. Есть рыночные цены и мы готовы по ним работать. Обновление входной группы будет для жителей бесплатным, говорит Евгений Халецкий. И это часть плановой работы, которая проводится не только на Белкинской 47, но во всех домах под управлением ЧИПа. Вот такая накаленная обстановка между жителями дома номер 47 по Белкинской и управляющей компанией ЧИП, которая обслуживает дом. И сделать какой-то однозначный вывод о ситуации непросто, да может быть и не нужно. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецкий. На улице стоит сильная жара и люди стараются найти от нее спасение. По этой причине на берегах Обнинских водоемов все больше отдыхающих. Это и Белкинские пруды и, конечно же, река Протва. Обычно пляжный сезон начинался 1 июня. Однако 2020 – особенный год. Сезон официально не открыт. Всему виной коронавирусы, введенные на территории региона, режим повышенной готовности. Городской пляж в порядок привели. Был завезен песок, почищено дно реки, установлены буйки и стенды, информирующие о состоянии воды. Не так давно Протва разливалась из-за дождей, так что дно проверят дополнительно, убедятся, что ничего лишнего не принесло течением. Водолазные работы проводятся своими силами, без привлечения специалистов из Калуги. На территории города, ни в прудах, ни в реке, вода не соответствует санитарным нормам. Купаться не рекомендуется. Люди плавают, несмотря на предупреждения. Остается только еще раз дать рекомендации. Конечно, после этого, как вы вышли, рекомендуем чистой водой, которую вы с собой взяли, помыть руки, помыть лицо, для того, чтобы не было никаких раздражений у вас. И домой придите, конечно, помойтесь. Зачем готовить пляж, если плавать по-хорошему нельзя? Таковы требования МЧС. Постоянно дежурить там спасатели начнут с открытием сезона, пока ограничиваются патрулированием. В том числе и на Белкинских прудах. Сергей Краско напомнил, что единственное место в Обнинске, оборудованное для купания и соответствующее требованиям МЧС – городской пляж. С 2005 года, с момента открытия спасательной станции на территории городского пляжа, несчастных случаев не было, люди, к сожалению, гибнут в местах, неразрешенных для купания. Это Комсомольские пруды и Белкинские пруды. Большинство смертей в состоянии алкогольного опьянения, говорит Сергей Краско. Начальник управления предполагает, что открытие купального сезона может прийтись на начало июля. Редактор субтитров А.Семкин